Продолжаем наш фэшн-марафон. Наш сегодняшний практикум проблемные вопросы маркировки товаров за рубежом и на таможенных складах Российской Федерации завершат сегодняшнюю площадку ритейл и в дальнейшем разговор уже пойдет о дизайне. У нас в программе произошли небольшие накладки изменения, поэтому Ренат Контишев к нам присоединился чуть попозже, а сейчас пока у нас в гостях Виталий Наумов, генеральный директор РТ «Наша Марка» и Дмитрий Носов, коммерческий директор компании «Глобал Етрейд Солюшенс». Ну что, я приветствую наших спикеров. Кто у нас первый начнет наш разговор? Я вижу Виталий, да. Да, позвольте начать. Демонстрацию экрана можно попросить, да, у вас? Сейчас, секунду, секунду. Да, демонстрация разрешена, можно включать. Так, это у меня экран, да, сейчас вы видите? Да, пока не... Вот, уже видим. Это презентацию видно? Видно. Коллеги, давайте я начну. Все достаточно просто в нашей деятельности. РТ «Наша Марка» является дочерной компанией «Гороспеха». Создана специально с целью популяризации сервис-провайдеров в Российской Федерации в части маркировки. Ну, не только в Российской Федерации, но и в странах ЕАЭС и в ближайших зарубежных странах, которые поставляют товар, в том числе в Российскую Федерацию. То есть наша задача формировать пул решений, которые обеспечивают автоматизацию маркировки по поручению. То есть это основное направление, то есть мы с самих участников подорота, производителей, импортеров не автоматизируем, то есть это маркировка прямо непосредственно на производственных линиях. Мы считаем, что наиболее экономически эффективным и финансово эффективным для производителей импортеров маркировать вот так называемых сервис-провайдеров, а именно осуществлять маркировку по поручениям, то есть не озадачивая себя покупкой специализированного оборудования и прочее. Давайте продолжим. Давайте немножко начнем с нормативно-правовой базы. Существует два, ну их много, конечно, на самом деле, и законов, и подзаконных фактов, я имею в виду постановление правительства. Но основные, на которые можно опираться, это вот федеральный закон 381, где есть раздел как раз про маркировку и, собственно, постановление правительства, которое утверждает в данном случае маркировку молочной продукции. И там впервые было введено понятие сервис-провайдера, которое в дальнейшем будет распространено на другие товарные группы. Сейчас, честно знаю, готовят эти постановления правительства, пока они разработаны в форме проекта, но они обязательно появятся. То есть понятие как сервис-провайдер, маркировка по поручению, обязательно будет законодательным к нуждам. В чем основное различие самостоятельной маркировки и маркировки сервис-провайдера? Как вы видите, две последние строки, что код, полученный участником оборота, а именно импортером или производителем, его срок годности, скажем так, 30 дней. Что такое срок годности? Это от момента его запроса получения из честного знака до момента ввода в оборот товара. То есть отравки отчета о вводе в оборот. В случае, если маркировка осуществляется через сервис-провайдер, а именно получение кодов через сервис-провайдер, как вы видите, срок годности этого кода составляет 365 дней. Что это означает? Это означает, что логистическая модель, используемая внутри предприятия-импортера или производителя, будет уже на несколько месяцев, можно осуществлять планирование, а не на несколько недель. Это основное ключевое различие. Почему так сделал законодатель, мы не знаем, но факт остается. На сегодняшний день маркируется ряд товарных групп, вы уже знаете. Вода без сахара с 1 марта начинается. И, как вы видите, впереди еще много-много товаров, которые будут возиться и производиться на территории Российской Федерации, которые еще пока на сегодняшний день не маркируются, но обязательно будут маркироваться. Буквально две недели назад был дополнен этот список еще сладкой водой. Вы, наверное, знаете, она где-то осенью, по-моему, будет. Срок точно не помню, но где-то тоже, скорее всего, в начале сентября. И еще ряд товарных групп. То есть список будет расширяться. То есть технически где-то к 25-му году, к 24-му, 25-му практически весь товар, который производится и поставляется в Российскую Федерацию, точно будет маркирован. То есть это задача, насколько я помню, правительства. Не знаю, насколько эти планы будут успешны. Я имею в виду с точки зрения 24-25-го года. Но говорить о том, что они точно будут маркироваться, это прям можно говорить с уверенностью. Годы, надеемся, что это пройдет быстро, и действительно к 25-му году все будет замаркировано. Но есть в том числе и технологические особенности разных товарных групп, которые могут просто не позволить именно технически, потому что с точки зрения процессуальной все уже как бы готово. Поэтому перспективы только вперед, как говорили на одном из совещаний в правительстве. Существует несколько способов нанесения кодов маркировки. Это вот мы сейчас рассматривали сервис провайдера, а существует их всего два. То есть первый способ это по поручению, когда производитель дает задание нанести на его товар, производитель или импортер в том числе, поручение отмаркировать товар таможенному складу или центру маркировки, либо, собственно, производительным партнером он может сделать это самостоятельно. Что интересно с точки зрения маркировки по поручению? Этапы внедрения будут касаться исключительно самого того самого центра маркировки. То есть импортер в данном случае не участвует в этом процессе. То есть закупка оборудования, устанавливающая работа, обучение персонала и прочее. Это все на стороне сервис провайдера. Если же производитель или импортер будет делать это самостоятельно, фактически все те же самые процедуры ему придется сделать сам. То есть организовать отдел доставки, организовать обеспечение расходными материалами, печатного оборудования и так далее и тому подобное. Мы в свое время посчитали экономическую эффективность, обязательно посчитали, без этого мы не заходили, скажем так, в эту историю. Посчитали экономическую эффективность. В нашем понимании закупка оборудования и возврат, скажем так, денег с превышением стоимости, то есть повышение стоимости в любом случае, скорее всего, наверное, произойдет. Возможно, я не знаю ваших моделей, я имею в виду импортеров. Но мы говорим о том, что для импортера фактически отсутствуют какие-то капитальные затраты и возникают только операционные затраты, больше ничего. Поэтому мы считаем, что именно с точки зрения импортера наиболее эффективная эта история именно маркировать по сервис провайдеру. Что касается перспективной, долгосрочной финансовой модели, то по нашей тоже оценке, что внедрение оборудования непосредственно импортерам у себя, то есть если он сейчас понесет капекс и потом маленький, небольшой опекс, но получается, что где-то в периоде от 3 до 5 лет идет база зарплат инвестиций. То есть экономическая сервисная модель, когда вы маркируете по поручению, и, скажем так, капексная мы ее называем модель, они где-то сходятся через 3-5 лет, ну, в зависимости от стоимости оборудования, объема производства и прочее. Поэтому сложно говорить про какой-то конкретный срок, но не менее 3 лет это точно. То есть что это означает? Что до 3 лет сервисная модель будет вам выгоднее, после 3 лет выгоднее покупка оборудования. Но тут надо вспомнить одну интересную историю о том, что оборудование стареет, оборудование изнашивается, и по нашей практике через 3-4 года стоимость ремонта оборудования, которое вы использовали, уже начинает равняться стоимости нового оборудования. То есть что под возникает модель? То есть фактически выигрыши, вернее, с точки зрения сервисной модели вам используют, или с точки зрения использовать вам самостоятельную маркировку, ее технически нет, потому что если самостоятельно все равно будете менять оборудование. Но сколько проблем уйдет, фактически не надо этими заниматься, если вы используете сервисную модель. Ваша задача заказать, получить. Давайте следующий слайд посмотрим, там уже все проще. То есть, собственно, преимущественно лечение кодек маркировки по поручению. Существует наше программное обеспечение, разработанное компанией RTN Shamarco, которое связывает сервис-провайдеров и связывает импортеров, ну и производителей, у нас это единая система. То есть сервис-провайдер, ой, вернее, извините, пожалуйста, импортер или производитель прямо в нашем, не надо заходить в честный знак, в нашем ПО есть версия, есть установка, устанавливается на компьютер, заходите в ВПО, заказываете коды, все. Теперь ждете только поставки, когда вам привезут коды, или привезут оппортированный товар, в зависимости от договора, контакты, это в сервис-провайдерах. То есть ничего больше делать не надо, это ваша единственная задача. Больше не оснащаться, ничего, вам привезут уже, то есть фактически дальше в системе, вы только их введете в оборот, подписав свои электронные подписи. Подписать электронную подписи тоже в нашей же абсолютно системе. То есть все в едином пространстве работает. Если у импортера несколько сервис-провайдеров, и эти сервис-провайдеры подключены к этой системе, то вы будете в едином интерфейсе видеть всех своих сервис-провайдеров. Так же, как и сервис-провайдеров, если у него несколько, скажем так, импортеров, он тоже точно так же видит в едином кабинете разных импортеров. То есть это единая среда, которая прекрасно интегрирована с честным знаком. У нас есть поддержка со стороны честного знака, то есть мы фактически знаем обо всех изменениях в системе, ну если не самыми первыми, но в числе первых. Здесь, как я уже отмечал, минимальные капитальные затраты для импортеров, ну и в том числе для сервис-провайдеров у нас такое замечательное решение. В основе лежат, безусловно, бизнес-процессы, которые у вас должны не поломаться. Как вот здесь дальше, минимальные капитальные затраты участников оборота, сервис поддержки 24 на 7, ну включая 24 на 7, у нас есть еще 8 на 5, кто как работает, то есть отличается. Ну, это про тарифные планы, извините, это не для вас, это уже, как вы говорите, сервис-провайдером. И, соответственно, что очень важно, замечательно, если у нас в нашей системе нет ограничений по количеству заказов. То есть есть ограничения, как вы знаете, в системе честного знака на заказ, 150 тысяч кодов маркировки в едином заказе, то есть фактически, если у вас там, не знаю, 450 тысяч надо заказать, вы будете делать три заказа. К сожалению, так работает система, честный знак. Мы эту не с то, чтобы обошли, мы, скажем, спрятали этот капот в нашем программном обеспечении, и этим не надо заморачиваться. То есть условно, если вы хотите отпечатать миллион кодов, вы просто делаете задание в сторону сервис-провайдера на миллион кодов, и сервис-провайдер вам, как я уже говорил, либо присылает самоклеящиеся этикетки, либо уже отмаркированный товар, ну, или что-то еще там, вопрос обирки, не знаю, все что угодно. Как еще раз говорю, это вопрос касается непосредственно взаимоотношений отдельного импортера или производителя с сервис-провайдером, в смысле, таможенным складом, там, центром маркировки и прочее. Как происходит взаимодействие, я уже вкратце про это говорил, но вы можете сейчас увидеть наглядно на схеме, что договорные отношения, это в первой строке, а во втором, скажем так, этаже, на первом этаже, то это здесь происходит следующим образом. Происходит заказ изготовленных кодов, то есть сервис-провайдер в этом же, на наших серверах, изготавливает коды, получает, коды получаются через СУС, и фактически вы получаете, ну, это в части заказчика кода, вы получаете коды, еще раз повторю, в форме либо самокрешек, в форме, не знаю, там, крышек, этикеток, бирок, всего чего угодно, или в форме фактически уже маркированного товара. То есть это касается исключительно. Что позволяет наше программное обеспечение? Теперь перейдем именно к самой непосредственной части. Долго говорил про схему взаимодействия, но вот есть программное обеспечение, которое это все обеспечивает с точки зрения автоматизации. То есть у нас есть с вами личные, есть два личных кабинета. Личный кабинет центр маркировки или таможенного склада и личный кабинет производителя-импортера. То есть фактически импортер, как вы видите, сейчас мы поскачиваем немножко, заказывает коды маркировки на таможенном складе, получает коды маркировки уже склад, наносит коды маркировки, делает валидацию, контроль ошибок маркировки, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. Контроль статуса нанесения и все, говорит, заказ исполнен. Фактически производитель-импортер видит, что заказ исполнен, он вводит в оборот и может оформить отгрузку точно так же, как и в наше программное обеспечение. Контроль статуса нанесения ввода, оборот, отгрузки – это статусная модель, когда видно, ваш заказ в таком находится этапе внутри нашей системы, как работает с ним сервис-провайдер. Достаточно простая программа обеспечения с точки зрения использования, то есть мы используем, мы исповедуем принцип одной кнопки, то есть мы считаем, что чем меньше действий делает каждый из участников этого процесса, то тем лучше, тем более мы с вами знаем, что люди, которые работают у нас и что в тетрах маркировки, на складах, что у импортеров, очень далеки от технического образования, возможно, могу ошибаться, и в том числе далеки именно от маркировки, потому что это новая история и все нюансы невозможно знать. Мы постарались всю свою экспертизу по всей маркировке спрятать, чтобы пользователь нажимал кнопку «Напечатать», «Проверить», то есть достаточно все просто. Но это коллеги из GlobalMetreat Solutions скажут, они работают с нашим ПО, они, наверное, отметят простоту и возможность этой работы. Ну, то есть она достаточно простая. То есть это то, что касалось программного испечения, как вы видите, оборудование для производителя импортера, оно фактически отсутствует, то есть вам не нужно ничего интегрироваться, достаточно только перейти на сервисную модель. Поговорим немножко о построении, как наше программное испечение построено, как вы видите, здесь полный список функциональностей нашего программного испечения, который позволяет работать. То есть в данном случае вы используете роли внутри системы для пользователей, и этому пользователю назначаются те или иные функции, которые он должен исполнить. Мы видим как минимум две роли, которые… Первая роль – это получение заказа и отправка его на печать. Вторая роль – это оператор печати. Это сейчас мы говорим про сервис-провайдер. сервис-провайдер со стороны импортера, скорее всего, это одна роль, это ответственный человек, который будет оформлять заказы, следить за их исполнением и ввести определенный статус этих систем. Компоненты архитектуры здесь, как мы видим, то есть понятно, ядро, личные кабинеты, армии, но самое важное здесь – это именно использование функциональности личных кабинетов и ARM. Что такое ARM? Это автоматизированное рабочее место оператора печати, используя сервис-провайдером, а личные кабинеты – это фактически то, про что мы с вами говорили. Теперь немножко на компонентную архитектуру. То есть это тоже, как бы, понятная, относительно понятная история. Я просто для информации, но самое важное, что мы должны с вами видеть – это 6,7. Система наша использует традиционный пользовательский интерфейс, то есть это после установки на компьютер она может работать на наше ПО, и в том числе использует веб-интерфейс. То есть это зависит, можно ничего не ставить на компьютер, а работать через браутер. В том числе обратите внимание на третий пункт – интеграционный модуль. Это как раз тот самый модуль, который позволяет, например, в системе импортера, какая-то используется, например, ERP, или может быть еще какая-то 1С, или система управления внутреннее, может интегрироваться с нашей системой, обмениваться заказами и их статусами. То есть фактически из вашей системы можно сделать заказ, будет отдано в нашу систему, то есть на наши сервера, сервис-провайдер увидит этот заказ, исполнит его, и в обратную сторону вам в ERP или в другую систему прилетит ответ, что статус такой-то или вообще, что заказ уже исполнен. То есть технически это тоже возможно, то есть мы это поддерживаем. То есть, собственно, наверное, да, наверное, на сегодня все. Это про наше программное обеспечение. Собственно, я закончил. Виталий, на самом деле, смотрите, я вот эту систему маркировки, все, что происходит с ней, наблюдаю уже много лет, и, ну, приблизительно вижу, какие вопросы возмущают больше всего пользователей. Вот, и особенно в последнее время, сейчас очень много разговоров идет на проблемах перехода на ЭДО, вот электронный документооборот. И, в принципе, производители, даже российские, жалуются, что реально отваливаются клиенты, которые уже работали, уже как-то включились в маркировку, уже как-то к ней привыкли, и сейчас вот этот раз, как называется, вторая смена, переход на ЭДО, и люди начинают отваливаться. Можете как-то прокомментировать со своей стороны эту проблему? Да, я могу прокомментировать. Дело в том, что сама система маркировки, а именно станция управления заказами, и СМП, это информационная система маркировки, ой, СМТ, маркировки товаров, они относительно ЭДО не, как сказать, не работают, что ли, или вместе не связаны. Единственное, что придумал честный знак, что он сделал, это отправлять документы об отгрузке, отправлять через ЭДО. Это действительно так, мы как бы интегрированы с этими ЭДО, то есть ЭДО-Лайт и с нашими системами ЭДО. То есть фактически, когда импортер отправляет в адрес, не знаю, магнит, магнит отправляет и оформляет этот заказ, то автоматически уходит через ЭДО. Единственная необходимость просто подписать подписи. Я, честно говоря, даже вот... Я слышал, что сейчас происходят какие-то проблемы на стороне честного знака, но это честный знак. То есть мы тут с вами ничего не сделали. То есть система не... Ну, то есть программисты честного знака что-то там наделали. А так, с точки зрения вот нашей системы, мы как бы интегрированы, и если система честного знака работает, то и наша система работает. Я, наверное, ответил на вопрос. Ну, в принципе, если какие-то у людей вопросы возникают, и честный знак не может на них ответить, то вы в состоянии как-то попытаться помочь скоммуницировать. Правильно я понимаю? Ну, да, да. То есть мы поискать, посмотреть, почему... Или, например, мы знаем, что у них отвалилось. Например, сломалось, не уходит у них от чего. Честный знак молчит. Как у них пишет, когда вы пишете запрос в службу поддержки, как у них пишет? Ваше обращение будет рассмотрено в течение 24 часов, по-моему. Если повезет. Вот, если повезет, я с вами согласен. Вот, а мы технически, когда у нас не работает, к нам же сразу фактически, то есть вы, ну, как импортер, как и сервис-провайдер, они сразу говорят, у вас не работает система, этот звонок поступает фактически нам. И мы уже объясняем, в честном знаке проблемы, мы ждем, как только все разрешится, мы оповестим. То есть это в том числе тоже есть дополнительный плюс, потому что мы своих клиентов больше любим. Ну, мы вот, ну, мы-то, для нас клиенты, это сервис-провайдер, вот такие, как Дмитрий и Global E-Trace Solutions. И мы с ними очень плотно взаимодействуем и фактически, скажем так, мы более человечно относимся к людям, которые заинтересованы в том, чтобы это работать. Конечно, мы сразу идем в колоколаз, сразу говорим большим людям, ругаемся с ними, там, настаиваем на том, чтобы они быстрее это сделали. Но в любом случае мы хотя бы знаем, в чем проблема. А вы знаете, что информация, получение информации, полученная, вернее, информация и определенность в ситуации, это всегда хорошо, чем не определенность. Понятно. Ну что, вот на самом деле приятно, что, по крайней мере, с вашей стороны люди могут получить адекватный ответ, когда у них получаются проблемы с честным знакомым. Потому что я как раз слышала конференцию на уровне Минпромторга, люди реально ругались, что происходит. Вот, и получалось так. Суфия не нужна сейчас. Не знали, что происходит, не знали, где искать ответ. Вот, ну, по крайней мере, радует, что хоть кто-то может это сделать. Ну, да, опять же, если импортер клиент Global E-Trade Solution, то E-Trade Solution будет знать об этом. Потому что они нам зададут вопрос, а мы ответим. Я правильно, Бюс, прикрываю? Да, совершенно верно. При этом мы еще, бывает, берем на себя, точнее, не бывает, а берем на себя взаимодействие с честным знаком от имени импортера и пытаемся решить вопрос, не прибегая к помощи РТ, наша Марка и Виталия. Но, когда это касается именно каких-то неполадок в системе честного знака, то, да, тут мы, естественно, ничего поделать не можем и бежим обращаться к знающим людям с технической стороны этого вопроса. Так, Дмитрий, можно микрофон все-таки включить пока и продолжить. На самом деле, сейчас у нас вот просто небольшая техническая проблема, сейчас мы ее решим и продолжим нашу беседу уже в более, скажем так, эклитичном формате, более симпатичном и более... У нас просто подключился спикер, который со следующей конференции, ему еще немножко рано, а мы пока тут немножко растерялись. Вот, да, Дмитрий, на самом деле, сейчас мы очень сильно надеемся, что вы нам расскажете более подробно о применении программного обеспечения нашей марки. Так, конечно, я даже больше скажу, что есть вариант взаимодействия, когда импортер даже может не входить в личный кабинет РТ нашей марки и даже не заморачиваться с вопросом изучения этого софта, хотя он крайне прост. То есть, действительно, там одна кнопка для заказа кодов, одна кнопка для валидации, одна кнопка для печати и не более. Тем не менее, вот, да, как упомянул Виталий, сервис-провайбер является уполномоченным лицом для заказа кодов маркировки от имени участника оборота товаров, и при этом сервис-провайбер оказывает услуги как по заказу, так и по печати кодов, нанесению их на товары на таможенных складах и уже дальше может оказывать конституционную поддержку на этапе ввода в оборот и взаимодействия с честным знаком. Есть условных три пути взаимодействия. Это участник оборота товаров делает сам заказ в веб-интерфейсе личного кабинета софта РТ Наша Марка. В таком случае заказ поступает к нам в личный кабинет как сервис-провайдеров, и мы дальше уже занимаемся обработкой этого заказа. Второй вариант. Дмитрий, извините, там Ринат уже у нас в зале ожиданий, мы, наверное, его подключим и продолжим уже все вместе. Да, да, хорошо, будет супер, он более подробно и предметно расскажет по этому вопросу, я просто больше с технической стороны взаимодействия с участниками оборотов товаров. Все, мы сейчас тогда продолжаем нашу интересную беседу, к которой все больше и больше слушателей подключается, на самом деле очень приятно смотреть, живой укрик аудитории, к сожалению, у нас тут небольшие проблемы с чатом, и вопрос задать нельзя, но можно написать на почту, на которую вы присылаете, в которую в таймпаде там есть связаться с организаторами, если у вас есть животрепещущие вопросы, то их можно будет задать по почте, мы обязательно спикером всех их переадресуем и организуем консультацию. Да, Ринат уже с нами. Да, здравствуйте, очень приятно, меня зовут Ринат Кунтишев, генеральный директор компании Global Trade Solutions, мои коллеги должны были вам по технической части вкратце рассказать, сейчас я расскажу, можно сказать, по проблемной части, которая касается импорта и деятельности таможенных складов, правильно? Да, ну там у вас Дмитрий еще с нами, поэтому если что-то там еще с технической точки зрения еще вопросы будут, то я думаю, что Дмитрий продолжит, да. Мы всегда на все готовы ответить, на все вопросы. В принципе, по Легпрому, я думаю, за последние несколько лет уже у всех свои бизнес-процессы и логика цепей поставок сложилась, здесь в этом плане импортеры продвинулись далеко уже, но тем не менее мы каждый раз с какими-то вопросами сталкиваемся, именно в части организационных вопросов и в части взаимодействия с таможенными органами. Вот, и одним из проблемных вопросов, которые поднимает наша компания, и мы на всех рабочих группах стараемся присутствовать и Минпромторга, и Честного знака, и таможенных органов, это вопрос задваивания таможенного контроля. Что я имею в виду? Так, давайте я сейчас видео тоже включу тогда. Я просто, извините, коллеги, был на совещании тоже. Что я имею в виду? Например, наша компания осуществляла маркировку товаров на логическом парке Янина, и мы столкнулись с такой ситуацией, когда товар мы отмаркировали, товар помещен был под процедуру импорт 70, фактически у таможенного органа имеется в этот момент провести необходимый таможенный контроль для подтверждения заявленных сведений о товаре, и в том числе о маркировке товаров. Но после того, как товар подается в процедуре импорт 40, у нас получается история, когда выскакивает таможенный риск, досмотр, и мы сейчас очень плотно занимаемся тем, чтобы импортеры не несли двойную нагрузку в части именно финансовых издержек при осуществлении таможенного контроля. И просим таможенный орган о том, чтобы в рамках процедуры импорт 70 и при осуществлении маркировки партии давалась возможность импортеру заявить и осуществить контроль в отношении таких товаров. И чтобы не получалась история, когда у нас двойной ПРР, погрузочные и разбрузочные работы, какие-то другие сопутствующие мероприятия, процедуры не происходили, потому что это дополнительная финансовая нагрузка на импортеров таможенных складов. У нас по Санкт-Петербургу четыре таможенных склада партнерских, в Москве два таможенных склада, один из них уже конкретно принадлежит нам, это в районе Домодедового-Стряково. И мы сейчас активно развиваем сетку для того, чтобы у участников и импортеров была возможность в рамках единого окна взаимодействовать с нашей компанией. И вот эти проблемные вопросы мы не хотим заниматься саморекламой, но мы говорим о том, что есть проблемы, есть проблемы, которые нужно решать с госорганами, с честным знаком. Сейчас, извините, звонок просто проходит. И мы за то, чтобы во взаимодействии с импортерами решать эти проблемы. И сегодня в том числе я хотел бы услышать вопросы и от наших уважаемых коллег, какие сложности они испытывают, например, при маркировке за рубежом. Мы с этими проблемами сталкивались. Например, многие импортеры не учитывают в структуре таможенной стоимости стоимость маркировки. Если это осуществляется на производстве, или же не на производстве, а на конституционном каком-то складе, то вы обязаны в структуру включать стоимость маркировки. Иначе в течение трех лет таможенный орган имеет право спросить, точно ли вы включили все необходимые данные о структуре таможенной стоимости. Если выяснится, что вы не включали стоимость маркировки, услуг по маркировке, то вполне есть и большая вероятность того, что таможенные органы не сегодня, а так завтра у вас спросят. Коллеги, вы это сделали? Если же это не сделано, то будьте готовы к тому, что по любой декларации, по которой вы выпустили маркированный товар, могут возникнуть вопросы, и в том числе вопросы именно контроля после выпуска. И, соответственно, у вас может быть до начисления, до взыскания этих сумм, не учтенных в структуре таможенной стоимости. Первое. Второе. Если это делается на производстве, то эта стоимость должна включаться, стоимость маркировки должна уже быть учтена в стоимости товара. Если же идет по-другому, у вас какие-то договора заключены с производителем, вы коды отправляете из России на производство, это уже как отдельная услуга, точно так же вы обязаны включать в структуру таможенной услугу по маркировке. Многие об этом не думают, не знают, либо их не консультируют. Мы сегодня сюда к вам, Вера, пришли, в том числе для того, чтобы говорить о проблемных вопросах, которые мы видим, с которыми сталкиваются импортеры, и мы готовы всегда помогать. А самореклама, ну, там, пусть другие ребята и другие компании занимаются, это не к нам. Мы готовы работать честно и в долгу, как говорится, и решать проблемы, которые у импортеров возникают, и доносить их до таможенных органов, в том числе и до Честного Знака. Мы являемся официальным сервис-провайдером Честного Знака, глобальным партнером компании-учредителей, дочерней компании Честного Знака, это швейцарская компания СИКПА, которая во всем мире занимается прослеживаемостью товаров и технологиями прослеживаемости по всему миру. Так, например, в партнерстве с этой компанией мы создали маркировочный центр в городе Стамбул. У нас порядка двух с половиной тысяч квадратных метров, и мы также там предоставляем эти услуги. Поэтому мы знаем все вот эти проблемы, которые возникают на консолидации. Если таковые здесь есть, то мы готовы также консультировать. Что касается других вопросов, непосредственно с которыми мы столкнемся на таможенном складе на территории России, многие думают, что легче отмаркироваться за границей, за рубежом, Китай, Европа. И европейцы действительно делают очень качественно. Но платить в евроцентах и платить за европейский рабочий труд насколько коллеги готовы, надо понимать. В Китае мы сталкиваемся с большим количеством пересортицей или неправильного нанесения кода в маркировке. К нам приходят коллеги, просят исправить, перемаркировать, потому что таможенные органы сейчас более внимательно относятся к процедуре проверки и контроля маркированных товаров, потому что это сейчас, ну, как вы знаете, это такая серьезная тенденция, одна из передовых тенденций в нашем государстве. И к 2024 году планируется значить, покрытие значительного количества товарных групп именно по маркировке. Что касается текстиля, особый контроль. Это был всегда, и не только без маркировки, по стоимости всегда, я думаю, коллеги могут подтвердить, всегда есть вопросы именно по теможенной стоимости. Это дополнительные проверки, это условный выпуск, это выпуск прям под обеспечение, и в последующем, может быть, они сталкивались с контролем после выпуска. Но, тем не менее, здесь еще один плюс идет, одним плюсом к этим проблемам, вопросам идет и маркировка товаров. Соответственно, будьте, пожалуйста, более внимательно относитесь к этим вопросам. Это государственная концепция, и мы считаем ее правильной, потому что это, в первую очередь, борьба с контрафактом и недостоверным декларированием. Это основное, почему эти коды маркировки у нас были введены. И наша компания готова всегда и на безвозмездной основе, если нужно, мы всегда поможем, подскажем, организуем встречу, в том числе и на уровне какой-то рабочей группы. Мы всегда готовы к взаимодействию. И еще раз повторюсь, мы нацелены на долгую перспективу взаимодействия с рынком, и мы хотели бы, чтобы, если сегодня кому-то будет интересно, то общение продолжалось долгие годы, и мы всегда могли очень добросовестно к нашим партнерам, с нашими партнерами отрабатывать. Если есть вопросы, коллеги, я готов на любые вопросы ответить. Я прошу прощения, немножко заскомканы, может быть, выступления, а просто я с одного совещания на другое, и буквально сейчас я вышел в соседний кабинет с встречи в Москве. Я прошу прощения. Ну, у нас сейчас жизнь такая, что мы все живем в онлайне, и все пересекается, едешь на работу, смотришь родительское собрание, контролируешь ребенка, как он там в онлайне учится, параллельно еще совещания проводишь. На самом деле, Ренат, в принципе, мне ваш подход очень понятен, импонирует, потому что я в силу своей специфики работы слежу за многими информационными потоками, в том числе и на Фейсбуке есть специальная группа, и я вот особенно товары легкой промышленности там замечаю, что начинается разговор, что ой, мы нашли такой товар, он замечательный по цене, а таможен не пускает, а что нам теперь делать? И я вот как раз хочу сказать, вот, собственно говоря, некий такой посыл, да, что товарищи, господа, бизнесмены, вот прежде чем что-то тащить в Россию, я думаю, что стоит обращаться к профессионалам, правда, Ренат? Я с удовольствием вас поддержу, и обращайтесь, я считаю так, нет ничего лучше, как нас в школе учили, выполнить домашнее задание, а в данном случае предварительно, очень подробно отработать именно саму поставку, даже правильные формулировки в контракте, они имеют очень большое значение при таможенном декларировании товаров, оформление документов и прозрачной сделке, а что для этого нужно? Мы готовы все подсказать, все наглядно показать, и еще раз повторюсь, это будет в рамках доброго партнерства, мы за консультацией денег не будем брать, ни в коем случае, у нас принцип работы, именно, вот, я еще раз повторюсь, мы, у нас слоган, сделаем бизнес удобно, и, соответственно, с нашими партнерами мы работаем так, чтобы им было удобно и комфортно, и они понимали, были максимально информационно вооружены, и только после этого мы выходим на поставку, на таможенное декларирование, когда все возможные риски предусмотрены, без этого ввести по очень даже хорошей цене, в Китае она может стать очень-очень интересной, но надо понимать, аналогичные товары ввозились, идентичные, аналогичные, в соответствии с таможенной когда-сим, ввозились, где, когда и кем, если ввозились, то по какой стоимости, извините, у нас таможенный считает и тестом, доллар за килограмм, соответственно, если у вас очень хорошая договоренность, тогда старайтесь обеспечивать прозрачные сделки, это предоплата 100%, это завод-производитель, ну и там много-много параметров, я думаю, здесь коллеги согласятся с этим, но при этом есть и другой момент, о том, что у таможенных органов есть свои уровни риска, если вы ниже не значительно заходите, то будьте готовы к тому, что вы без обеспечения уплаты таможенных платежей, ну, вас не выпустят, и вы должны будете доказать, как по итогам таможенных запросов в страну отправления и производителю, и в таможенные органы страны отправления, и в торгово-промышленную палату страны отправления, чтобы эта вся информация у вас, в кавычках, давайте скажем, билась, если уже этого нет, вы не можете это обеспечить, будьте готовы к тому, что вы либо это через судебный тяжб будете доказывать свою правоту, либо вы должны смениться с тем, что приняли такую таможенную стоимость, поэтому всегда очень аккуратно перед заходом действовать, максимально просчитывать, максимально все готовить, и уже только после очень аккуратно идти. Да, Ринат, у нас, кстати, завтра будет мероприятие посвященное сертификации товаров, в рамках которого будет выступать Оксана Курочкина, это таможенный адвокат. Я просто вчера подсматривала ее презентацию, и суммы, которые она там упоминает, которые таможня получает в результате не совсем правильного, грамотного, в том числе и с маркировкой, и с таможенной стоимостью, и с вещами, сколько они пытаются взыскать с людей, и сколько этому адвокату приходится укладывать усилия, тоже тратить средства и отбиваться, и иногда бывает проще вообще забыть, что ты существовал на свете, чем ты что-то такое подвез, там тебя захватили, точнее говоря, задержали, да, и ты уже не понимаешь, что тебе делать, где прятаться, да, потому что в любом случае найдут. Сейчас уже. Я честно скажу, я таможенник до мозга костей, я отучился в таможенной академии, 10 лет отдал службу в таможенном органе с удовольствием, и могу сказать так, таможенный орган не просто так это все взимает, у него есть определенные таможенные риски, они не просто так рождаются, на самом деле риск, что это такое, вероятность несоблюдения таможенной законодательства, и вот когда по одной, и двум, или трех, или четырем, там, не знаю, десяти импортерам таможенный орган в рамках проверки доказал, настоящую стоимость, то они действительно, здесь может быть система управления рисками пока несовершенна, но я точно знаю, таможенные органы очень серьезные усилия прикладывают к тому, чтобы ее все-таки структурировать, категорировать, и сделать действительно жизнь участников ВЭД намного удобнее, но сейчас она только к этому идет, и поэтому те недобросовестные участники ВЭД, на которых можно сказать государство обожглось, но выявило эти риски и доказало реальную стоимость, вот отсюда уже формируется в, можно сказать, в большей степени вот этот уровень риска, который, ну, не совсем подходит другим импортерам, честным импортерам, можно сказать, негодяи портят жизнь нормальным людям, если вот так по-простому говорить. Поэтому, чем больше какой-то сплоченности в рамках вот таких форумов и выдачи позиций, и также предоставления достоинной информации в таможенном органе, тем выше вероятность того, что именно вот в этой совместной какой-то работе, да, будет хороший результат, но в будущем и до таможенных органов, я могу сказать, они довольно открыты в нашей стране, кто бы что ни говорил, я четко знаю, если импортер приходит к руководителю, через обращение и доказывает свою, так скажем, честность, таможенные органы первый раз, второй раз могут проверить, а на третий раз, когда они сами уже вас перепроверили и реально убедились в том, что стоимость она вот такая, которую участник заявляет, то они уже в будущем, они соглашаются, может быть какие-то мелкие корректировки, исходя из того, что где-то стоимость доставки была дороже, где-то какие-то условия повлияли, да, такие мелкие корректировки могут быть, но в целом, если участник в очень так аргументированно, правильно, без истерики, без угроз, если можно так выразить, судом отстать свою позицию, таможенный орган очень адекватно реагирует, поверьте, и мы в том числе вот именно по этому пути идем очень аккуратно, очень спокойно, очень аргументированно и максимально корректно доказываем то, что наша сторона, наша позиция, наша стоимость, она вот действительно. Ну что, у нас уже остается очень мало времени, я думаю, что Дмитрий все-таки нам еще по техническим возможностям немножко расскажет, и мы будем завершать нашу интереснейшую сессию. но я могу сказать Виталию и Дмитрию, я ставил задачу так, чтобы мы, как сервис-провайдер, были максимально комфортно нашим партнерам, максимально. Правила трех кнопок, когда все просто, все понятно, все элементарно, и мы, как сказать, вот эти все операции, которые мы совершаем, как сервис-провайдер, были максимально незаметны для наших партнеров. Дмитрий, передаю вам слово. Коллеги, спасибо большое за предоставление слова. Вера, спасибо большое. Да, на связи. Да, ну, в принципе, вот как Ренат Артурович озвучил, наша политика именно такова, что мы стараемся огородить импортеры, участника оборота товаров от какой-то лишней работы, которую им следует делать. То есть, мы даже готовы сами, как сервис-провайдер, делать заказ кодов маркировки через заявку установленного нашего образца. То есть, участник оборота просто там в Excel, в орден бросает заявку нам, мы ее уже обрабатываем, вносим в личный кабинет, запускаем в работу, отрабатываем, печатаем коды, наносим и уже на выходе участник оборота товаров получает в своем личном кабинете коды маркировки, которые он может дальше вводить в оборот при подаче декларации. Это один вариант. Второй вариант это веб-интерфейс личного кабинета программного обеспечения, о котором говорил Виталий. То есть, опять же, без привязки к какому-либо рабочему месту, через точку входа участник оборота товаров, он же импортер, делает заказ, мы этот заказ видим, обрабатываем и дальше по накатанной, либо через личный кабинет, уже стационарный. Даже не так, даже больше можно из станции управления заказов в личном кабинете честного знака сделать заказ и уже этот заказ привяжется к нашему личному кабинету как сервис-провайдеру, опять же, если нас участник оборота товаров привязал как сервис-провайдера и по той или иной товарной группе. Вот. И на выходе, получается, у участника оборотов товаров нет дополнительных издержек в части закупки оборудования, специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов, которые будут наносить маркировку на складах и он получает уже с нашей стороны профессионально оказанные услуги, распечатанные коды, нанесенные на товары и ему останется только ввести в оборот, когда уже будет подавать таможенную декларацию. Вот по факту все. То есть, как бы, все на практике выглядит тривиально просто и без каких-либо сложностей, потому что все сложности и вопросы мы берем на себя. до сих пор